2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Давайте мы встанем перед Господом и поблагодарим Его за Тору, поблагодарим за Слово Его. Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, дарующий нам Тору. Благословен Ты, живая Тора, воплотившаяся в человеке, даровавшая нам спасение. Мы благодарим Тебя, Ишуа, и славим Твое Святое Имя. Амин. Итак, недельная глава Торы на этой неделе называется Итро. Это 17-я глава Торы, 5-я глава книги Шимот, Исход. Имя свое получила, как и все главы, начиная с первых стихов. «Вайшма и рокохенха медьян» и услышал «Итражес медьяна». Итак, входит состав с 18-й главой 1-й стих по 20-й главу 23-й стих. Очень важный момент. Я думаю, что в каждой главе существует определенный принцип, который мы можем увидеть. И этот принцип звучит так. Научившись слышать людей, мы будем слышать Бога. То есть, пока мы не научимся слышать людей, мы можем не слышать Бога. И я все время думаю, ну почему дарование Торы начинается с того, что приходит жест медьяна, медьяна приходит в стан Израиля, приходит к Маше, дает ему какой-то определенный совет. Да, вы помните, что происходило. Происходило то, что Маше сидел, к нему приходили люди, он с ними общался, выносил определенные какие-то решения. И потом, что происходило дальше? А дальше происходило то, что он уставал, у него не было сил. И тогда жрец медьян, он говорит, и трое его звали, он говорит, что сделай вот так, выбери определенных людей, на котором будет Дух Святой, Дух Господень. И пусть они будут судить такие мелкие бытовые дела. А вот самое крупное, веди ты. То есть, это как бы начало. Пойдем дальше. Человеческие взаимоотношения не предшествуют Торе, потому что они обуславливают ее получение, а вследствие правильное применение ее законов. Иными словами, Всевышний проявляет заботу о том, что люди не воспользовались законами, которые он собирается дать, для притеснения других, ибо это претворечит Духу самой Торы. И знаете, в основном это касается нас, верующих, по его слову. Порой случается, что мы с высоты своей духовности слышим только себя. Откровения Божии делают нас, в наших глазах, более духовными, чем мы есть на самом деле. Сейчас попробую вам расшифровать все, что я сказал, на примере одного хорошего друга моего. У меня есть один хороший брат, он мне звонит и говорит так. Так, ты знаешь, меня пригласили на свадьбу к неверующему другу, единственный друг в моей жизни. То есть я еще с ним дружил, когда я был неверующий, это единственный друг, чтобы вы поняли, да? А вот сейчас я пришел к Богу, а он остался неверующим, у него свадьба, он меня приглашает, и говорит, что он говорит, ну я не пойду. Я говорю, почему? И он начинает, ну ты же понимаешь, там же все неверующие, там же все грешники, и они же там будут пить водку. Я говорю, хорошо, я понимаю, но это твой друг. Он говорит, да, он любит тебя, да, ты уважаешь его, да, но блажен муж, неходящий на совет нечестивых. Я понимаю, это правильно, по Писанию, ну все сходится по Писанию. Ну а в реальности как? Единственный друг, который уважает, ценит, и он ждет его. Я ему говорю, слушай, пусть Бог даст тебе мудрость, и он опять начинает, ну Писание говорит, и я, я даже, знаете, думаю, ну что ему сказать? Все вроде бы правильно. И Бог мне дает такое, как бы, ну понимание, я ему говорю, ты знаешь, жалко, что и шо, а он был не такой духовный, как ты. Он пошел на свадьбу, куда пришли разные люди, и он даже вино, воду в вино превратил. Вот если бы он был в твоей духовности, я думаю, что он этого бы не сделал. На этом разговор закончился. Прошло время, звонит мне этот брат и говорит, ты не поверишь мне, я пошел на эту свадьбу. Говорю, и что? Получилось такое, меня посадили на лучшее место. Не дали говорить слово, я встал и сказал мое мнение, я сказал, что Бог любит, ну, то есть я начал свидетельствовать. Человек покаялся, он пришел к общине, он ходит теперь на домашнюю группу. И говорит, я услышал, я наконец-то услышал. То есть я не призываю вас ходить в совет нечестивых, да? Но я говорю, что мы должны научиться слышать людей. Посмотрите на что происходило. Приходит Моисей, да? Моисей, Моше, он убежит с Египта. У него все разрушено. Он приходит в землю медиамскую. Земля медиамская переводится как земля раздора. Он приходит в эту землю, и его принимает этот священник медиама, Итро. Его звали. Буквально Итро, и его имя было, знаете, как? Рагуил. Там есть несколько имен. Но я вас просто попробую перевести. Ваше превосходительство, друг Божий. Итро Рагуил переводится. И он принимает этого человека. Он роднится с ним. Он открывает для него какие-то моменты. Потом проходит время, 40 лет, и Моше говорит, я уйду в Египет. Он уходит в Египет, да? И вы помните, что предшествовало этому? Предшествовало тому, что он видел великие чудеса Божьи. Бог говорил с ним лицом к лицу. То есть вы понимаете, да? Вот Моисей перешел в другой уровень. Он стал, ну, очень высоко, как бы, в духовном плане. А священник медиамский остался на том же уровне. И вот приходит этот священник медиамский к нему, приводит к нему, так сказать, его жену, да, детей. И перед этим он говорит, конечно, что я действительно увидел, что Бог — это реальность. Потому что он еще не знал вот этого откровения, как у Моше было. Но потом он говорит, теперь я вижу, что этот Бог выше всех богов. Что это действительно Бог настоящий. И потом по Писанию есть выводы такие, что Итро, он соединился, присоединился к народу Божьему, и они вместе пошли дальше. Он был с Моше. Но сама идея в том, что Моше мог бы ему сказать, когда уже он увидел эту ситуацию, да, когда Моисей там говорил с этими людьми, давал советы им, он же обращался перед этим к Богу. Там же не написано, что он там пришел, он ему рассказал, он говорит, ну, теперь делай так. Он выслушал, обратился к Богу, Бог дал ему понимание, что делать, дал ему слово. И он бы мог сказать этому священнику, послушай, ну, ты не понимаешь, мой уровень общения с Богом выше. Я с ним напрямую общаюсь. А ты мне советуешь делать какие-то неправильные вещи. Но Моисей, Моше, он услышал, он прислушался. Я думаю, что Бог говорил через священника. Бог, потому что он сказал, что они взяли людей на кундух святой, да, они увидели на людей, которые были действительно Божьими людьми, и они стали служителями, они стали судьями. К чему это я все рассказываю? Смотрите, очень часто в нашей жизни мы должны научиться, ну, как бы есть принцип, чтобы услышать Бога, нам нужно научить слышать друг друга, тот, кто находится рядом. Потому что очень часто Бог, Он говорит через разные ситуации, через людей, через определенные, ну, через, ну, много сны, видения, писания, но очень часто Он говорит через того, кто находится рядом. Понимаете? Особенно, когда мы вообще не Божьи. И мы должны научиться слышать Бога, говорящего через брата, через сестру. То, что сделал, произошло дальше. Потому что, если бы Моисей сказал, ну, спасибо идее, там, уходи отсюда, то, я думаю, может быть, и немножко Бог бы и оттянул это время. Но Бог, видя сердце Моисея, Он видел, что народ был готов, Он пришел и дал то, что Он дал. Он дал Тору, Он дал закон Божий. Потому что первая заповедь какая? Нет, Шмайсраэль, это не первая заповедь. Какая первая заповедь? Возлюбик, Он мне говорит, я Бог. Он говорит, я Господь Бог, и нет иных богов. Он говорит, я Бог. Он как заявляет, это манифестация. Бог говорит, послушай, я главный. И когда ты это принимаешь, тогда раскрывается вся полнота. Мы должны научиться слушать друг друга, прислушиваться к друг другу. Мы должны научиться слышать Бога, говорящего через ближнего. А это очень тяжело, особенно когда у вас есть какой-то определенный духовный опыт. Когда вы видели, как Бог действует через вас, когда вы видели, как Бог что-то производит, очень хорошая такая позиция, очень хорошая позиция просто остановиться и сказать, ну ладно, ну хорошо, спасибо, иди грейся и питайся. И Писание говорит, что будем внимательны, это уже послание к евреям, 10 глава, 24 стих, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Мы же хотим, чтобы нас слушали, да? Научите слышать других. Мы же хотим, чтобы в нашей жизни действовал Бог. Хотим? Нет, это вероятен хочу. Мне нравится, когда в моей жизни действует Бог. Но для этого существуют определенные какие-то вещи. И Бог говорит, будем внимательны друг к другу, да? А внимание выражается в наших действиях, в нашей жизни. И это процесс. Не всегда у нас это получается. Не всегда мы, ну, уже сейчас готовы, у нас есть вот этот уровень. Но все равно, Бог, зная это, покрывает наши недостатки. Бог, зная это, дает нам эту милость. Он Бог милости. Вы знаете, я вам дам маленький такой, открою вам маленький секрет. Мы говорим, Ветхий Завет и Новый Завет. На самом деле, на самом деле, на горе Синай Бог давал Новый Завет. Потому что до этого такого Завета не было. Не было такого закона, совершенного такого закона. Это был, для тех времен, это был Новый Завет. Это мы сейчас говорим, а это был Ветхий Завет, но Завет был новый. И он был дан по милости Божией. Потому что народ Израиля не заслужил его. Потому что если посмотреть на всю историю исхода и до момента Синая, он роптал, выражал недоверие. Но Бог по своей милости. Почему? Потому что Бог увидел, что многие люди умеют слышать друг друга. Тот же Моисей. И поэтому Бог покрывает наши недостатки и дает нам по благодати, по милости своей раскрывает перед нами вот эти богатства, которые Он приготовил для нас. Потому что Слово Божие — это богатство. Потому что Слово Божие — это не просто нельзя, а Слово Божие говорит «Делая так, ты будешь успешен. Делая так, я буду с тобой». Поэтому давайте мы будем смотреть на все Писание, написанное Богодухновенно. На Него, как на Богодухновенное Писание, которое будет менять в нашей жизни. Мы будем учиться слышать друг друга, чтобы услышать Господа. Понимаете? Я не говорю, что... Я не умоляю вас, что вы не слышите Господа. Но я говорю, что нам нужно учиться слышать Бога, живущего в братье и сестре. И тогда мы увидим многие вещи, которые были закрыты. И тогда, может быть, действительно поколеблется место, на котором мы сидим. Поэтому давайте встанем на ноги наши и поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое живо и действенное, за то, что оно разделяет Божие наше мышление, отделяя мирское, Боже, от духовного, и дает нам, действительно, этот путь, это направление. Мы благодарим Тебя, Боже, за Слово, которое Ты даровал нам на горе Синай. Мы благодарим за Новый Завет, который Ты нам дал. И дай нам быть, Боже, исполнителями Твоего Слова, а не слышателями, не только слышателями, во имя Ищего. Амин. 2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Израэль. apa, молитвы и поклонения. порой, чтобы ты и 향